Этот пожар не только попал в сводки МЧС. Он навсегда разделил жизнь жильцов дома 45 по улице Ульяновской на до и после. По счастливой случайности тогда никто не пострадал. Основной очаг возгорания был здесь, на четвертом этаже. Из-за того, что все перекрытия в этом доме деревянные, пламя распространилось такой силой, что охватило сразу с десяток квартир 14 семей, временно переселены в другое жилье. Пожар полностью уничтожил деревянные перекрытия и систему отопления здания. После ликвидации возгорания все этажи дома были насквозь пропитаны водой. Из строя вышли даже внутридомовые инженерные системы. Здания построили 108 лет назад. На капремонт дома выделили более 5 миллионов рублей. Всего в области мы отремонтировали 5 домов. Это вот пятый дом после пожара. Или после... в Гороховце мы ремонтировали после того, как ураганом силим сорвало там крышу. Рабочие уже восстановили крышу и теплоснабжение. Сейчас возводят новые внутренние перегородки. Значительная часть работ уже завершена. Выполнены они были в первую очередь благодаря поддержке администрации Владимирской области. Выделена была дотация в районе 9 миллионов 900 тысяч рублей на восстановление тех квартир, которые пострадали. Капремонт в доме номер 4 по улице Дружбы делают впервые за несколько десятилетий. Сейчас здесь меняют крышу. Вместо шифера кладут листы металла. Масштабная переделка пройдет в пять этапов. Здесь заменят внутридомовые инженерные системы. Фундамент обновят фасад. В последнюю очередь приведут в порядок подвал. Порядка 30 лет на данном доме капитального ремонта не производилось. То есть шел текущий ремонт и частичная замена. А вот дом 1Г по улице Чапаева теперь местная достопримечательность. Специалисты говорят, что здание по праву можно назвать энергоэффективным. Здесь утеплили стены и крышу, установили счетчики и автоматизировали систему отопления. Старшая по дому Наталья Лебедева говорит, что зимой жильцы всегда мерзли. Спать приходилось в одежде. Мерзли, очень мерзли. Проблемы были большие. И большие проблемы были еще. В квартирах была плесень. И плесень. Люди болеют. У нас маленькие детки. Интерес к программе энергоэффективного капремонта растет, отмечает в фонде содействия реформированию ЖКХ. Стоит проект дороже, но именно такой ремонт более выгоден для жильцов. Это будет 36% где-то экономии. И с учетом того, что фонд помогает деньгами и поддерживает это энергосбережение, до 80% даже софинансированные суммы. Господдержку могут получить жильцы любого дома. Для этого надо подать заявку на участие в программе энергоэффективного капремонта. Гарантии на такую переделку до 5 лет. Наталья Забниная, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.